Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции, новости у нас будет сегодня небольшой выпуск конкретно для туристов и нововведений, которые у нас недавно произошли, точнее на прошлой неделе, так как все это, скажем так, все уже изучают потихоньку, информация ждала, что что-то еще новенькое появится, дополнения какие-то, поэтому сейчас снимаю в этом видео. Все, меня смотрят очень много блогеров, микроблогеров, и так как моему каналу уже очень много лет, и я, скажем так, начинала снимать видео, очень много девчонок, которые были моими подписчицами, которые также переезжали в Турцию, могли бы это заметить по соцсетям, многие девчонки о блоге о Турции появились, начали заводить каналы, странички, свои блоги вести, очень много в Инстаграме, также в Ютубе гораздо больше блогеров, чем раньше было, когда я только начинала снимать, и это очень приятно, потому что создается контент, полезная информация, для тех, кто интересуется. Сегодня я хочу порекомендовать вам платформу, сайт для работы блогером, рекламное агентство, которое связующее звено между заказчиком, кто предлагает рекламу, микроблогером, инфлюенсером, если у тебя 3000 подписчиков, посреднические услуги эти получить, это единственный, по сути, путь для микроблогеров, у кого немного подписчиков, для того, чтобы выйти на хорошую крупную рекламу, на именитых рекламодателей. Я думаю, вы в курсе, как, в принципе, подписчики, если даже блогингом не занимаетесь, вы в курсе и слышали от блогеров, что они работают с рекламным агентством, и именитые бренды работают только через агентство, потому что там контракты, то есть крупные фирмы просто так на блогеров никогда не выходят, так не работают, это такой вот рынок. И для тех, у кого есть микроблоги в разных соцсетях, хочу посоветовать сегодня такую платформу. Платформа эта называется Perfluence, я ссылку оставлю в описании к видео, можете кликнуть, посмотреть, ознакомиться, попробовать с ней посотрудничать. Почему я хочу посоветовать? Потому что маленький блог, это еще труднее его раскрутить, сейчас очень большая конкуренция, и что-то вы должны все равно с этого зарабатывать, любой труд должен вознаграждаться. У них очень много сотрудничества идет и контрактов с крупными брендами, это Алиэкспресс, например, Тефаль, это Озон с веб-сайта, и их вообще больше 60 брендов именитых, на которых просто так ты, как блогер, никогда не выйди. Площадка занимается разной рекламой в разных сферах, это ТикТок, это Инстаграм, это Ютьюб, даже Фейсбук, вот если у тебя есть даже группа какая-то, блог ты ведешь в Фейсбуке печатного формата, это тоже туда можно сотрудничать с этим агентством, который приведет тебя к именитому большому бренду, который может дать хороший контракт. Как эта система работает? То есть ты регистрируешься на этой платформе, заключаешь с ними контрактный договор, тебе заводится твой личный аккаунт, и когда ты делаешь какую-то рекламу, тебе туда капает денежка за твою рекламу процента, потом в течение двух-трих недель, так же как Google Оценка, кстати, вы, прямая реклама Google, такая же система, да, вы выводите свои средства, прикрепляете там банковскую карту на счет себе, вывод этих средств от 1000 рублей должен производиться. И когда я искала информацию про такие агентства рекламные, кто этим занимается, про это агентство я слышала о том, что читала человеческий фактор, о том, что менеджеры могут быть, отвечать, не ответить на какое-то сообщение, да, какие-то затруднения в человеческом факторе, то есть приставляется менеджер к этому проекту, с которым ты, по сути, работаешь, который тебя и связывает с рекламодателем. Но попробовать просто всегда можно, возможность просто для микроблогера заработать, ее особо нет, а хочется, чтобы микроблог приносил деньги, правильно? Вот, поэтому как попробовать, я бы советовала вам обратиться к этим ребятам, ссылку я оставлю внизу в описании. И, знаете, если у вас творческим моментом не очень, ну, тяжело там придумать, скреативить что-то, я бы также плюсом вывела то, что там идет конкретное техническое задание по рекламе, то есть, потому что это крупные компании, они сразу говорят, что нужно сказать или как порекламировать. Конкретные идут технические задания, характеристики рекламы, которые нужно сделать, и для тех, у кого с фантазией не очень, или кто не хочет заморачиваться, у кого нет на это времени, есть люди, которым проще по техническому заданию сразу работать. Вот для вас я бы сказала, что это плюс. Может быть, для людей, которые вообще не приемят какие-либо правила, хочется творческой составляющей больше, это минус, то есть нет свободного прям поля действия. Но честно скажу, что с крупными компаниями, брендами вообще не существует творческого поля деятельности, там всегда реклама уже придумана за вас, по сути, вы только рупор, который ее рекламу эту объявляет. А маркетинговый отдел рекламы в компании, он сам придумывает саму эту рекламу, которую она правила на целевую аудиторию и так далее. Поэтому ссылка в описании под видео. Мне еще много смотрят блогеров, кто начинает, обратите ваше внимание, может быть, вам понравится. Я просто хотела порекомендовать для вас кое-что полезное. Спасибо за внимание, сейчас переходим к просмотру видео сегодняшней темы. Итак, для тех, кто планирует свой отпуск в марте, в апреле, в мае месяце в Турцию, какие условия сейчас по пандемии, мы сегодня говорим об этом. Как вы слышали, этим взорвались все СМИ, туристические сайты. И всем, кто покупал путевки уже на май месяц заранее, да, туры, вам пришло уже оповещение о том, что в Турции нужен хэскод. Вот, что это такое, как его получить, у некоторых людей это вызывает определенные вопросы. У меня лично едут знакомые буквально через пару недель, в мае месяце, в июне месяце. И они тоже мне задавали подобные вопросы, поэтому сейчас это видео снимаю. Слава богу, сейчас уже на ютюбе есть инструкция о том, как видео снятое, получить хэскод. Если вам нужно погуглить, посмотрите информацию, уже сняли, ребята молодцы, обратитесь к этому видео, если вам нужна прям такая пошаговая инструкция. Сейчас я вам в общем расскажу, что за история. Что такое хэскод? Хэскод – это код здоровья. Мы уже ими пользуемся с 1 октября 2020 года, я вам об этом рассказывала. Мы его сначала использовали хэскод для захода в публичные места, такие как торговый центр, крупные какие-то магазины, продуктовые магазины не требовали, там, не знаю, какие-то там площадки торговые нет. По сути, только в ТЦ. Потом ввели, прикрепили хэскод к карточке проездной автобусной, например, «Истамбулкарт». И заходя в автобус, ты расплачиваешься карточкой, но если у тебя хэскод в программе не прикреплен к карточке, к номеру карты, карта не работает. То есть программа, в которой работает это приложение, это, по сути, переконтроль, передвижение людей, относится к местным жителям и к туристам, которые здесь на долгий срок. Или которые здесь годами живут без гражданства, или которые здесь на какой-то продолжительный срок. То есть отслеживать передвижение людей. Да, это та программа, против которых многие выступали изначально, когда государство, правительство может по геолокации тебя отслеживать. С какой целью ты сделан? Там, в приложении, в самом и на сайте. Вы можете пользоваться либо приложением, либо сайтом. Есть зоны по всей стране, вот это зонирование карты, опасных мест. Вы можете увеличивать карту, увидеть, в какой зоне вы находитесь, опасность заражения вирусом. И самое главное, если вы были в каком-то публичном месте, где отмечали свой хэскод, в ТЦ, в автобусе, в транспорте, сейчас эта карта прикреплена, и внутри страны, по сути, билеты на автобусы, на автобусы дальнего действия между городами, поезда, вы не можете приобретать без хэскода. И если вы сконтактировали с человеком, который попал в статистику по ковиду, вам придет уведомление, и вы должны остаться на карантине. По идее, карантин в районе восьми дней. В среднем это зависит от ситуации вспышка, это еще рядом есть люди или нет, то есть разные условия, но где-то, короче говоря, должно быть около восьми дней минимум. Там уже по ситуации смотрят. Так как вы регистрируетесь по номеру телефона, вам приходят смски об этом, оповещения о ваших дальнейших действиях. Вам звонят из Министерства здравоохранения, если вы попали в такую ситуацию, предупреждают, говорят опять же о действиях. Например, вы должны там вести себя так-то, так-то туда-то ходить, туда-то не ходить, рассказывать про карантин, например. Или если вы турист, там другие условия, когда вы вылетаете. То есть этот хэскод отслеживает ваше передвижение. Там есть ваш номер телефона, и в случае вот такой ситуации по вирусу, с вами связывается государство, Министерство здравоохранения, если вы турист, автоматически связано это с Министерством туризма, с вашими билетами, вылетом и так далее. И вас координируют ваши действия. Например, вы остаетесь на карантине, а вам вылетать через три дня, то есть будет организовано, например, по логике отслеживание вас в аэропорту, как вы туда доедете, то есть какие-то условия есть. По сути, я здесь ничего такого криминального не вижу, насколько это работает или помогает, честно скажу, не знаю. Да, элемент остается вот этой слежки неприятный, ощущение, что это какое-то в заключении, в заключении, в тюрьме, честно скажу, да. И какие у нас изменения произошли? С 15 марта для передвижения в стране и даже для туристов, которые приезжают на короткий промежуток времени по путевке, хэскод обязателен. Зарегистрироваться в этом приложении, либо на сайте Министерства здравоохранения нужно за 72 часа до вылета. И еще один момент скажу, что наличие хэскода не отменяет тест ПЦР на въезд в Турцию, то есть тестирование на ковид также нужно делать до въезда. Это не взаимоисключающие два момента, а взаимосвязанные теперь. И пока что было там до конца марта у нас наличие теста для въезда, сейчас его продлили вроде бы до конца мая. То есть в ближайшие несколько месяцев тест на ковид для въезда в Турцию не отменяются. И первые туристы поедут с тестами. Я честно скажу, что мне кажется, их отменят, скорее всего, вообще не в ближайшем будущем. Это будут последние меры, это хэскод отменять будут и тесты для въезда в страну. Но это самое последнее, что отменят. Хэскод может быть временным, а может быть, если там дописывается слово в заявке, как же оно по-русски перевести, сейчас скажу, безлимитный. Он может быть безлимитным, если вы на долгий период в стране. Если вы, вообще история такая идет, что туристы, которые поедут, что хэскод, они должны показывать уже при заходе в самолет у себя в стране, который летит в Турцию. Это может быть текст, это циферки, там один пароль, скажем так, да. Или это может быть бар-код по-турецки, штрих-код. В общем, QR-код, QR-код. Там тоже номер идет, его можно отскринивать с телефона. Можно сделать фотографию QR-кода и тоже прислонять фотографии, это в телефоне, чтобы она была. Или вручную выводить, писать. Или у нас есть автоматы по скриниванию в торговый центр. Заходишь, там можешь напечатать, можешь подреложить, скринить. В общем, как ты хочешь. Или его просто словами называть, и там сотрудник будет записывать. Но сейчас в Турции с 15 марта для туристов и для всех QR-коды эти для входа, ХЭС-коды и в рестораны, и в парикмахерские, и вообще в любые публичные места, кроме вашего дома. Даже в больницу ты заходишь, и в некоторых уже клиниках частных ты показываешь ХЭС-код для входа. То есть это твой пропускной билет в любое публичное место. Это то условие, благодаря которому нас здесь, скажем так, открыли сейчас рестораны. Социальная жизнь какая-то вернулась. Я напомню, что кто в России живет, не знал. Мы вообще на карантине сидели с конца октября месяца. Четыре месяца у нас ничего не работало. У нас работали продуктовые магазины, там общие работы. В будние дни работали торговый центр, парикмахерские. В выходные вообще мы сидели дома на полном локдауне. По поводу ХЭС-кода, как его получить. Есть приложение, я сказала, в ютубе есть видео, загуглите, посмотрите, там полная инструкция, даже пошаговая запись экрана, как что делать. Самый простой способ, если у вас есть турецкая симка, или вы в Турции находитесь, уже сейчас вам надо делать ХЭС-код, это смс-ка на номер 2023. На номер 2023 вы пишите смс, которое начинается со слова ХЭС, национальность ваша для туристов, например, РУС, россиянин, номер вашего загранпаспорта, год рождения вашего и ваша фамилия, тоже на английском написании. Вам в ответ придет смс-ка с этого номера, первая смс-ка будет с номером вашего ХЭС-кода, который можно переписывать и так далее. И вторая смс-ка приходит, ссылка на сайт Министерства здравоохранения, где вы зарегистрировались с этой смс-кой, и там вот этот будет бар-код, штрих-код, сам ХЭС-код, в общем, который можно QR-код сканировать. И у вас получится в ответ только две смс-ки. Для тех, у кого есть турецкая симка, я честно скажу, не знаю, можно ли этот отправить с иностранной симки, не турецкой. Мне кажется, что, скорее всего, нет. Потому что это внутри стороны регистрации, а как иностранцу, скорее всего, не получится. Потому что там номер турецкий должен быть вроде бы. Хая ТВС. Это приложение по отслеживанию, там вот есть карта, что я раньше рассказывала, и там есть форма для регистрации. Там есть, в этом приложении можно на турецком языке использовать, в принципе, понятно, там несколько всего вложений, и на английском языке. И вложение, где регистрация, первый пунктик будет, блок, это для тех, у кого есть турецкая симка, там номер турецкий и так далее, регистрация. А рядом еще вкладка, нажимаете ее для иностранца, для туриста. И там вы просто вбиваете те же самые, по сути, данные, только не смс-кой, которую вы писали ХЭС-код и так далее. Вам пишите свою фамилию, страна, национальность ваша, ваша фамилия, номер паспорта вашего идет. И, собственно, там все, год рождения тоже. Все те же самые данные, просто в онлайн-формате, потому что смс-ку вы отправить не можете. И окей, нажимаете, регистрируетесь. И внутри в этой программе, в меню у вас появится вот этот QR-код и номер вашего ХЭС-кода этого, который вы уже можете либо скрином сохранить на телефоне в фотографиях, либо просто всегда приложение открывать это и показывать для считывания, вот при заходе в самолет, например, если вы туристом летите. Все просто. Для чего он нужен? Для каких бы туристов я бы посвятила точно его сделать. Для тех, кто планирует дикарем, туристом передвигаться по Турции, потому что сейчас это привязка к карточке транспортной, если вы пользуетесь. Это позволит ХЭС-код купить билеты между городами для передвижения. И так как в Стамбуле его везде спрашивают, то есть это торговые центры, рестораны и просто без ХЭС-кода вы никуда сходить не можете. Если вы, конечно, покупаете или покупаете тур в отеле и не планируете из отеля выходить в течение двух недель, ХЭС-код вам, конечно, там не понадобится. В отеле как бы вы его покажете при входе в отель и никуда потом не выходите. То, по сути, у вас двухнедельный карантин в отеле находится. Но если вы будете передвигаться, ходить там по ресторанам в Анталии, в Алании, в Мармарфе, еще где-то, ХЭС-код вам понадобится. И тот же шоппинг и все прочее. Маленькие магазинчики туристические. Я не видела, чтобы они просили ХЭС-код, конечно, но они должны тоже. А как они просят, они просто в телефонах тоже есть приложение, которое считывает этот QR-код. Любой телефон, по сути, с камерой может считать этот код, либо ввести его также в телефоне в приложение вручную. Поэтому любой человек может считывать этот ХЭС-код. Я имею в виду сотрудник какого-либо заведения публичного. Но это тоже не проблема, никаких специальных аппаратов для этого нет. Чтобы не было очереди в ТЦ, во многих ТЦ поставили такие стойки. Это такие, ну, не мини-компьютеры, не знаю, телевизоры это назвали. В общем, такие планшеты. Вот. Планшет, в котором вот это Министерство здравоохранения и приложение открыто. Тут же в одном только, в одной, скажем так, замороженной позиции считывание этого штрих-кода, QR-коды. Ты подходишь, либо ты показываешь, что, да, считывается у тебя QR-код твой, либо ты сам вручную набиваешь свой ХЭС-код и сейчас читать нет. Ты сам своими руками и все, проходишь. Система работает очень быстро. Одна-две секунды, ты все уже окей. Подтверждение, что ждать, ничего не грузится. Подтверждение тут же галочкой, проходишь, пожалуйста. Это очень удобно. У меня в ТЦ вот такие стоят штуки. Подошел, скринил, пошел. Вообще, в принципе, в Турции очень много где. У меня в спортклубе уже давным-давно, уже года два, вход в спортклуб тоже по QR-коду из приложения спортклуба. У нас ни кнопок, ни дверей, ни сотрудников, ни администраторов на это дело уже давным-давно нет. Раньше было считывание, кнопочная пароль, ты свой номер карты вводил в спортклубе. Сейчас также QR-код уже до пандемии, эта вся история началась, до прикосновения каких-либо. И в Турции очень многое вот в таком электронном виде, чтобы где-то заходить, регистрироваться и так далее. Онлайн-то очень много сейчас в жизни происходит, что какие-то посещения госуслуг уже очень необязательны. Очень многое ты делаешь через приложение или E-Devlet. Кстати, в E-Devlet, кто здесь живет уже, у кого есть и комет, вид на жительство туристические, в E-Devlet вы тоже можете получить свой хэскод, пожалуйста. И честно скажу, турки очень отзывчивые, если вы уже в стране, и вам нужен хэскод получать, очень вам многие помогут зарегистрироваться. У входа в ТЦ сотрудники, которые раньше проверяли хэскоды, сотрудники ТЦ, они регистрировали тут же людей, помогали иностранцам. Там многие, я видела, очереди просто стояли с паспортами, и просто иностранцев помогали регистрировать без проблем, естественно, бесплатно, никаких вопросов ни у кого не вызывало. Вот такие у нас сейчас новости Турции. Правила по хэскоду, пожалуйста, и задавайте вопросы, если они есть. Я оставляю свою почту, куда вы можете задавать вопросы, писать комментарии здесь под видео, на почту оставлять свои истории для разбора на канале, и также записываться на психологические консультации ко мне. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, скоро увидимся, всем пока!